Здравствуйте! Телеканал Видное ТВ начинает свою работу в прямом эфире. Сегодня у нас в студии начальник управления здравоохранения Ленинского района Виктор Петрович Шашков. Мы приветствуем вас, Виктор Петрович. Добрый вечер. Ну и, наверное, окунемся в начало года, когда глава региона предложил жителям Московской области программу нашей Подмосковью «Приоритеты развития», где были даны задачи и приоритеты практически для всех отраслей, в том числе и для здравоохранения. Вот мне хотелось бы, чтобы мы остановились на приоритетах здравоохранения. Каким образом они реализуются на территории Ленинского района? Да, действительно, этот год у нас прошел под знаком выборов губернатора. И глава региона еще в период, когда являлся исполняющим обязанности в Доме правительства, который действительно обозначил для населения, для всех жителей Московской области приоритеты развития нашей Подмосковья. И причем в этих приоритетах, где были поставлены задачи по различным отраслям, в приоритетах, что очень отрадно для нас, для всех медицинских работников, да я думаю, что и для всего населения тоже, в числе приоритетов было обозначено здравоохранение. То есть не просто в ряду приоритетов, а именно как главным приоритетом это здравоохранение. Ну и, конечно, среди главного приоритета были поставлены основные задачи, направления. Это касалось прежде всего детства и родовспоможения, как главный приоритет, это строительство перинатальных центров. Что мы успешно сделали на нашей территории? Ну, если сначала обобщить, а потом детализировать. Давайте. Это развитие материально-технической базы, потому что в своем выступлении губернатор подчеркнул, что наши многие лечебные учреждения или здания, где располагаются медицинские учреждения, видели не одну войну и революцию, как он выразился тогда. Это второе направление. Третье направление – это, наверное, приоритет здравоохранения всей Российской Федерации сердечно-сосудистые заболевания, создание отделений, в том числе первичных сосудистых отделений. Это развитие и модернизация станций скорой помощи, как первичного звена, ну и много других, более мелких, но это наиболее глобальное. В частности, наверное, из ряда других – это, конечно же, развитие службы общей врачебной практики. Но это более глубоко, потому что нашло отражение в последующем в постановлении правительства и губернатора, где мы разрабатывали в течение года дорожную карту, в частности, вся область и мы по Ленинскому району, где нашли отражение как раз все эти приоритеты развития. Ну вот вы называли сейчас общие приоритеты, а я прям загибала пальцем, не хотелось у вас перебивать и говорить, а у нас это есть, а мы это сделали. И совершенно справедливо и очень отрадно. Действительно, где-то мы, что называется, сработали впрок. Очень приятно, что у нас в рамках, вот я сказал, первостепенной задачи, которая была поставлена – это развитие родовспоможения, детство, и у нас был открыт перинатальный центр. Я просто хочу сказать, что перинатальный центр открыть и сделать вывеску-то одно, а найти соответствующее развитие, последовательные шаги сделать для улучшения и базы материально-технической. Потому что на сегодняшний момент наш родильный дом еще совсем недавно, пять лет назад было три с половиной тысячи родов. На сегодняшний момент, значит, уже за неполный год сделано 4400 родов. В прошлом году было 5200. Поэтому, естественно, уже тех рамок, стен не хватает для того, чтобы максимально проявить себя и, что диктует сегодняшнее время, зарабатывать на этом. Потому что ведь именно за счет зарабатывания мы можем, опять же, вкладывать и совершенствовать эту службу. Поэтому, конечно же, мы сделали, я считаю, очень важный шаг. И вот с приездом министра в субботу, я думаю, мы продвинулись в этом еще дальше. Нас хорошо восприняли информацию о необходимости строительства второго этапа. И я надеюсь, что в следующем году с помощью Министерства здравоохранения мы, по крайней мере, проектно-сметную документацию на новый корпус осилим. Следующее направление, которое я отметил, это материально-техническая база. Я неоднократно, собственно, здесь в наших беседах останавливался на том, что мы очень активно участвовали в модернизации. И на сегодняшний момент, опять же, гордость Ленинского района, что не осталось ни одного лечебного учреждения, включая и амбулаторий, который бы не коснулось ремонта, модернизации, улучшения материально-технической базы в целом. Это, наверное, я исключение сделаю из Майловской амбулатории, и то только потому, что она находится, к сожалению, в арендованных помещениях. Но мы решаем вопрос для того, чтобы развивать в Булатниковском поселении систему врачей общей практики. Это касается и скорой помощи, о которой я сказал, потому что многие знают, что мы в сентябре, в начале сентября, уже, по сути, приняли в эксплуатацию новое здание, но, к сожалению, на сегодняшний момент мы не можем туда переехать, потому что необходимо пройти определенные процедуры, связанные с лицензированием. То есть без лицензирования, к сожалению, эксплуатировать мы здание и помещение без лицензии не можем. Конечно же, важное направление – это сердечно-сосудистые заболевания, потому что они в большей степени, в самой большей среде всех заболеваний влияют на продолжительность жизни, на смертность. И мы тоже вошли в эту программу, и я тоже уже отмечал здесь в своих передачах, у нас первичное сосудистое отделение. Но, опять же, очень важно, на мой взгляд, подчеркнуть, пусть я лишнюю минуту съем нашего эфирного времени, опять же, перспективы развития. А в перспективе развития хотелось бы видеть полностью замкнутый цикл лечения и восстановления данной патологии, потому что первичное сосудистое отделение, оно принимает на себя экстренную патологию, в которую человек поступил, и определяется с дальнейшей тактикой. То есть, либо его переводить в учреждение более высокого уровня, либо патология позволяет сохранить его, оказывать медицинскую помощь на месте. Так вот, все дальнейшие, последующие действия, они на сегодняшний момент в наших подразделениях не предусмотрены. И мы, более того, не просто лечение, как ангиографические исследования, стентирование, допустим, если это связано с коронарной патологией сердечно, я, может быть, выражаюсь несколько специфически, да, но самое главное – этап выхаживания. То есть реабилитация. Реабилитация. Потому что это, как правило, заболевания связаны с инвалидностью, а вообще не только в Московской области, в стране в целом, этот блок развит чрезвычайно слабо. И мы на сегодняшний момент, опять же, поставили перед министром вопрос, для того, чтобы выкупить, на сегодняшний момент продается санаторий-профилакторий коксогазового завода, который располагается с нашей больницей, и на его базе развернуть этот центр. Пусть он будет областной, но это будет чрезвычайно важно для наших пациентов. И очень хорошо, что он будет располагаться на территории Ленинского района. Пусть он будет областной. Это будет единый замкнутый комплекс, который обязательно даст свои плоды. Самое главное, чтобы довести эту идею до конца. Это очень важно. И поддержку мы в лице министра увидели. Виктор Петрович, ну не секрет, что для успешной реализации задач, которые стоят перед здравоохранением, нужен обязательно наличие квалифицированных кадров. И проблемы это и по всему Подмосковью, и в том числе и в нашем районе существуют. Скажите, есть какие-то программы, да, там, земский врач, ипотечное кредитование, насколько они работают у нас? – Громкое название. Действительно, всегда говорил и говорил, старо как мир, потому что важнее проблема, чем кадровая проблема вообще не существует в здравоохранении Московской области. Это гадалки не ходи. – Особенно те, которые на границе с Москвой, да? – Совершенно справедливо. О причинах говорить не буду, они все понятны. Но действительно, здесь я бы как раз три основных у нас направления, которые, наверное, способствуют решению этой проблемы. Это первое направление, это так называемое, то, что может предпринять местное самоуправление, то есть муниципальный район. Это, прежде всего, связано с выделением квартиры социальными выплатами. Конечно, в этом направлении делается районам, безусловно, много. Буквально на предыдущей неделе районам было выделено, мы распределили две квартиры. К открытию врачей, офисов врачей общей практики нам выделялось жилье. Но, тем не менее, естественно, всего этого недостаточно. При условии того, что укомплектованность кадрами, к сожалению, у нас чуть выше 50%. И коэффициент совместительства, то есть он где-то 1,7-1,8. По отдельным специальностям нас больше всего интересует то, что связано с доступностью. Это первичное звено, участковые терапевты, участковые педиатры, где, к сожалению, укомплектованность только составляет половину от норматива. И те меры, которые предпринимаются муниципалитетом, а это связано, я сказал про квартиры, это социальные выплаты, они, конечно, очень здорово поддерживали кадровую политику в нашем районе. Потому что это касается выплат молодым специалистам, которые приезжают к нам сюда, устраиваются на работу. Значит, единовременные, ежемесячные выплаты. Это выплаты стимулирующего характера. Это выплаты, связанные с компенсацией за дорогу. Вот многие, как бы не понимая, естественно, обыватель, приходя в наше учреждение, кто и как ему оказывает медицинскую помощь. Его, в принципе, это не должно интересовать. А у нас кадровый потенциал средних медицинских работников больше, чем наполовину состоит из приезжих. То есть это не просто жители нашего Ленинского района, города Видно. Стопино, Каширы? Не только Стопино, Каширы. Это Тульская, Рязанская область. И на сегодняшний момент при формировании бюджета следующего года очень сложная ситуация. К сожалению, перераспределение налога произошло, может, слишком мудреная фраза в сторону субъекта федерации. И на сегодняшний момент стоит вопрос о сокращении этих выплат. Это, конечно, будет дополнительный удар для кадровой политики и формирования наших доблестных кадров, которые стоят на защите как в первичном звене, так и в стационарах нашего здоровья и общаются непосредственно. Я хочу сказать, это не только средний медицинский персонал. Безусловно, это и врачей касается тоже. Поэтому это выплаты на горячее питание, что тоже немаловажно, когда человек знает, что он защищен государством, муниципалитетом, если в конце концов даже когда-то не хватает ему, чтобы покушать. Это направление, касающееся муниципалитета. Вы совершенно правильно озвучили вопросы программные, государственные. Это так называемый «Земский доктор». Очень хорошая инициатива, которая получила начало в 2012 году. Для каждой программы есть критерии. Так вот, по этим критериям туда попадают молодые специалисты в возрасте до 35 лет, которые приезжают для работы в сельскую местность и которые заключают контракт со своим подразделением, с лечебным учреждением, что они проработают там не менее 5 лет. И им выделяется государственная субсидия в размере 1 миллиона рублей для приобретения или улучшения жилищных условий. Если они не увольняются, не будут работать, то они обязаны вернуть эти деньги. Это очень хорошо сработало, это позволило нам привлечь в прошлом году, в эту программу вошли у нас 5 человек. Это исходя из той численности докторов, которые у нас есть, особенно для первичного звена, это чрезвычайно важно и хорошо. Причем эта программа планирует развитие и работу в следующем году. А вот вторая программа и направление ипотечного кредитования, на мой взгляд, может быть не совсем принято у нас что-то критиковать, принятое верховной властью или вышестоящей. Но пока она еще не работает, скажем так. Она просто не работает, мне кажется, самое главное, может быть она и не заработает, потому что она не решает тех главных задач, ради которых она создана. Потому что мы должны привлекать кадры, мы должны их закреплять, а с условием того, что она принята. Ну вот, к примеру, она направлена конкретно на учителей и врачей. Но почему-то молодых специалистов для учителей она принята, субсидирование на работу, устраивание уже в этом году. Для врачей этого нет. И более того, те критерии, о которых я сказал, которые разработаны для привлечения кадров, они просто отрезают эти кадры для того, чтобы они вошли в эту программу. Я вам просто очень коротко скажу, что когда эта программа создавалась, и от Министерства здравоохранения нам было прислано письмо о подготовке, пришлите нам в список, кто хочет участвовать. У нас набралось более 50 человек, мы отправили туда список. А когда нам пришли критерии, что человек должен быть в отрасли не менее 5 лет, он должен жить в Московской области не менее 10 лет. У нас осталось 5 человек. И при всем при том, если муниципалитет им не поможет для вхождения в эту программу, а деньги пока не заложены на следующий год, то и они туда не попадут. Для чего же тогда эта программа принималась? То есть она и наш зампред правительства, Лидия Николаевна Антоновна, когда проводила селектор, выступала, и ей были высказаны пожелания по корректировке этой программы. И в Министерство здравоохранения мы направили письмо, чтобы они инициировали изменения этих критериев. Иначе мы эту проблему не решим. Виктор Петрович, поступает вопрос от работников скорой помощи. Спрашивают у вас как начальника управления, когда будет порядок у водителей скорой помощи? Точнее, хотим нормальной заработной платы, хорошего технического состояния машин, обслуживания и своевременный ремонт транспорта, а также человеческих условий труда. Очень сложный и такой объемный вопрос. Что касается человеческих условий труда, начну с последнего, наверное, я на него уже отметил. Когда будет новая база, мы пролицензируемся, там прекрасные условия труда, в том числе для отдыха, созданных конкретно водительского состава, фельдшерского, врачебного состава. Что касается заработной платы, то, наверное, человек ищет, где лучше, я одно могу сказать. Сейчас взять и заявить, что обязательно люди ждите, завтра это будет лучше, я так сказать не могу. Потому что есть соответствующие тарифы. Оплата труда и вообще финансирование станции скорой помощи, оно вошло в систему обязательного медицинского страхования. И это все финансируется по соответствующим тарифам. Сколько заработала скорая помощь, сколько она сделала вызовов, как она выполнила те программы, которые вкладывались для формирования базы расчетной. Таким образом, они исчислялись на основании и всех стажевых показателей и многого другого. Поэтому, наверное, более конкретно этот вопрос, если бы кто-то... Мы неоднократно проводили совещание в скорой помощи, в том числе с водителями. И дело в том, что на обслуживании автомобильный парк находится у... ПТП? Нет, у предприятия, которое выигрывает конкурс. ПТП участвовало в этом конкурсе, им условия показались невыгодными. И поэтому, если не устраивает база, а я понимаю, что у нас база подозносилась. Работа проводится, опять же, я сошлюсь на разговор с министром, который приезжал. Мы отправили заявки в Министерство здравоохранения на совершенствование базы. Поэтому, я думаю, этот вопрос будет решаться. А что касается обслуживания, то это все вопросы надо обратить к этой обслуживающей организации, которая выиграла конкурс. Продолжим дальше. Давайте вспомним, как мы говорили о программе «Наши подмосковья. Приоритеты развития». И вы говорили цитату Андрея Юрьевича Воробьева о том, что некоторые наши больницы были и при войнах, и при революциях. Вот у нас тоже есть такая больница, это инфекционная. Ни для кого не секрет, что она в не очень хорошем состоянии. И не раз уже говорилось о том, что будет новая больница. Как двигается этот вопрос? Двигается этот вопрос. Очень отрадно, что он двигается. Наверное, у всех на памяти и на слуху закладывание камня рядом с нашим больничным комплексом по строительству инфекционного корпуса. К сожалению, неупорядоченность в земельных отношениях, оказывается, эта земля была приобретена уже... Ну, привела к застою. Привела к определенному застою. Когда ничего не могло решиться. И на сегодняшний момент, я хочу сказать, что за этот год уже принято было решение по... Во-первых, есть финансовые средства. То есть мы вошли в программу строительства, в Минстроевскую программу областную, где заложено 256 миллионов рублей на строительство корпуса. Был проведен конкурс и, соответственно, состоялся план планировки. То есть где будет располагаться этот корпус? Он будет располагаться на территории больницы между взрослой поликлиникой и стационаром. То есть эти мероприятия уже проведены. И на сегодняшний момент уже 1 ноября состоялись общественные слушания. Никаких возражений и противоречий по поводу именно привязки здания туда нет. И на сегодняшний момент уже больницей проведены работы по медицинскому, так называемому, техническому заданию для проектной организации. Это будет выставлено на конкурс и больница на 40 коек, инфекционная больница с реанимационным отделением, с боксами, все как положено. В следующем году, по крайней мере, это в программе, мы обязаны будем это освоить. После того, как будет проект, а это порядка 5 месяцев, мы сразу выходим на конкурс и на строительство объекта в следующем году. Вот родные новости. У меня вопрос от телезрительницы. Проживаю в многоквартирном доме по Жуковскому проезду. Неделю назад в подъезде было размещено объявление о поквартирных обходах медиков в связи с выявленным случаем кори у одного из жильцов дома. Насколько опасна эта болезнь и нужно ли делать прививку, спрашивает наша телезрительница? Ну, это не особо опасная болезнь. Я даже думаю, жительница наверняка знает, у нее были дети, мало кто из детей порой не болел корью. Ну, говорят, что как раз дети-то легче переносят. Совершенно справедливо. Совершенно справедливо. Именно для этого это объявление и жительница увидела в своем подъезде. Действительно, крайне редко случается, но тем не менее, периодически возникает. У нас было в позапрошлом году, когда еще территория района была большая, в Московском, в случае заболевания кори. И в этом году тоже у нас зарегистрировано, буквально вчера мы отправили сообщение, мы экстренные извещения отправляем в Министерство и в Роспотребнадзор. У нас зарегистрировано 4 случая кори у взрослых. Это инфекционное заболевание, если так вот разжевать, что называется, которое передается воздушно-капельным путем. Связано оно с воспалением слизистых оболочек носоглотки, с интоксикацией, выраженной температурой и сыпью. Прививка нужна? И вот еще у меня от меня такой вопрос. Совершенно справедливо. Нужна прививка. Вот у меня сделана прививка, ну я не знаю, там в юношеском возрасте, она действует или нет? Я вам скажу, мало. Значит, технология при рождении ставится, прививка от кори, и обязательно должна быть ревакцинация в 6 лет. Если ревакцинация в 6 лет не сделана, то до 35 лет все равно нужно повторное прививание. Иначе у вас не будет иммунитета. Иммунитет по коре дает либо человек переболел, а прививаться. Все то же самое. Прививаться совершенно справедливо. Поэтому вот когда возникли случаи, это связано с карантинными мероприятиями, если это подъезд, то по санитарному законодательству все контагиозные по этому подъезду должны быть привиты. Но имеются в виду не все, а как раз те, которые раньше не болели корью и не привиты дважды. Вот тогда они прививаются, и эти прививки надо необходимо сделать в течение 7 дней. В поликлинике? В инкубационном периоде. А куда надо обращаться? К участковому терапевту? Ну, конечно, конечно. Вы имеете в виду обращаться, если заболели? Нет, если хочешь сделать прививку в профилактических целях. Это делаются подворовые обходы всех контагиозных, этим занимается наша лечебная сеть. То есть выходит бригада, и, соответственно, или на работе, где это находится, взрослый человек, в здании, где он работает, всех контагиозных проверяют и прививают. И также вот то, что увидела житель, обратившийся по месту жительства. Угу. Вопрос следующий. Очень хотим... Сегодня у нас все о человеческих отношениях. Очень хотим человеческого отношения администрации поликлиники к своим клиентам. Неужели за 12 лет нельзя было приобрести столько стульев, чтобы могли сидеть все дети и их родители, которые пришли на прием, а не стоять по часу или сидеть на подоконнике? Как звучит этот вопрос? Обязательно приобретем. Ну, собственно, стульев, на мой взгляд, достаточно. Вы знаете, наверное, ну, я приношу извинения перед всеми жителями, которым были причины определенные неудобства. Но это действительно связано с большим наплывом населения, потому что помимо обращаемости, те, которые приходят на прием, к специалистам, к участковым терапевтам, у нас еще идет огромное количество диспансеризации. И поэтому, тем более, что на сегодняшний момент небольшой подъем заболеваемости респираторной у нас идет, поэтому количество пациентов достаточно большое, хотя, в общем-то, мы рассчитывали количество скамейок, все скамейками не уставишь. Но я специально посмотрю еще раз, пройдусь, и, безусловно, скамейки мы купим, средства есть. Мы с вами говорили о прививках против кори, и я не могу затронуть осенью эту тему об иммунизации против гриппа. Затроньте. Давайте. Скажите, пожалуйста, делаются ли эти прививки, насколько они необходимы, и, как можно сказать, планируется, предполагается ли вспышка этого заболевания? Я бы даже не повторял, потому что первейшее средство против гриппа – это, конечно, вакцинация. Однозначно. Потому что это широкомасштабное инфекционное заболевание, самое широкомасштабное, какое есть в мире. И для того, чтобы его ограничить, естественно, должно быть количество людей, подвергнувшихся вот этой вот атаке вирусной, оно как можно большее количество должно быть защищено. Защищено вакцинацией. Поэтому и ВОЗом, и нашим Министерством здравоохранения, и главным санитарным врачом, значит, определены цифры, что для того, чтобы это снизить уровень возможной заболеваемости, должно быть привито не менее 25% населения. Давайте я вот как обыватель сейчас за телевизором спрошу вас. Вот я вот, например, слышала, что каждый год вирус, он там мутируется, меняется, а прививка всегда одна. Зачем мне прививаться? Нет. Ну вы наверняка тоже слышали такие вещи? Конечно, слышал. И более того, меня иногда настораживает, с одной стороны, смущает некоторые выступления по Первому каналу. Выступали здесь заведующие лабораториями, которые порой дают несколько противоречивую информацию, только по одной простой причине, потому что они очень глубоко в теме. А вот этой глубины, в ней нет необходимости для населения. Им важно понимание того, что действительно, чтобы не заболеть, важно вакцинироваться. И то, что вы говорите о штаммах, это обязательно ежегодно, когда только начинается зарождение именно волны эпидемической, обязательно берутся эти штаммы и под эти штаммы делаются конкретные вакцины. Другой вопрос, что мы предупреждены о том, что в этом году будет гулять тот же штамм, который гулял и в прошлом году. Поэтому вакцина, это не значит, что она старая, прошлогодняя, а новая делается под конкретный штамм. А вакцина, для кого она бесплатная, для кого платная? Конечно, есть социальные группы, это национальный календарь прививок. В связи с национальным календарем отпускаются федеральные средства, и мы, собственно, район, получаем эти вакцины из области и из Российской Федерации. Подвергнуты вот эти социальные группы, это прежде всего дети, дети, которые находятся в организованных коллективах, школьники, совершенно справедливо, детские сады, школы, это взрослые, студенты, опять же, это педагогические коллективы, медицинские коллективы, и работники транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, и, конечно же, пенсионеры. Вот эта вся группа у нас составляет как раз порядка 22% от нашей численности населения. Мы говорили о 25% практически, да? Совершенно справедливо, я не ошибся, и на это поставляется вакцина федеральная. А вот уже до 25% мы проводим, я бы хотел обратиться к нашим работодателям, крупным предприятиям, ежегодно они, и есть рекомендации соответствующие главного санитарного врача, они приобретают вакцину сами для своих сотрудников, а мы уже, медицинские учреждения, в своих прививочных кабинетах, при необходимости мы можем выехать куда-то, проводим это в жизнь. То есть прививаем людей. Виктор Петрович, время эфира у нас подошло к концу, и последний вопрос, прям блиц-ответ. Видела по телевизору сюжет о проводимой диспансеризации, я, наверное, в этом году не успею, в 2014 году будет диспансеризация? Да, да, обязательно. Если это блиц, то я уже говорил о диспансеризации, что мы проводим сейчас поэтапно от 21 года дробно через 3 года. В следующем году мы в этом году охватываем 23% населения, 17 тысяч человек в районе, в следующем году стоит задача охватить 30% населения. К сожалению, мы начали не с начала года ее, вышли поздно приказы, но, в общем-то, наверное, мы немножко отстаем от принятого графика, поэтому неоднократно обращался, еще раз обращаюсь к работодателям для упорядочения работы поликлиник, которые, к сожалению, встречаются в накладке из-за большого потока, больше прорабатывать, направлять заранее списки работников от предприятий, прорабатывая это с поликлиникой. Я благодарю за то, что нашли время и пришли сегодня, ответили на вопросы мои и телезрители. Теперь прощаемся. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Всем здоровья. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok